всем доброе утро а сейчас мы с собакой идем гулять утренняя прогулку прогулка у нас у нас собакой утренняя прогулка на сегодня видите какое солнышко погода прекрасная смотрите сколько у меня цветов цветет на подоконнике красота это я еще не все сдачи привезла вот этот вообще молодец смотрите какой он красивый но эти тоже этот сидит у меня немножко подсох на даче из-за того что вы не поливали но ничего уже отошел этот разными цветочками он показывала цветет что такое оторвать что-то лишнее в общем скоро у меня на подоконниках везде будут цветы все приедут с дачи и буду здесь стоять смотрите какой цветок вы кинули на улицу не наят не знаю если вы не хотите за ним ухаживать зачем вы его покупаете в общем в моем приюте для цветков пополнение как вы понимаете естественно стоя его забрала домой не смогла пройти мимо смотрите какой он блин вообще за ним никто не ухаживал что это такое корни по вылазили там еще горшок маленький какой-то внутри горшок видите уже погнуло потому что корни разрослись а ему некуда расти кстати этот цветок очень красиво цветет очень только за ним надо ухаживать ну я не то чтобы там сильный фанат ухаживать за цветами но он вообще не требует особых усилий там или внимание просто поливать и вот это вот ужас просто ужас что творится с корня смотрите корни просто по вылазили наверх потому что горшок маленький смотрите матрешка это большой горшок его кстати сейчас помою то он тоже такой грязный ужасный надо под него теперь тарелочку покупать тут еще один горшок сейчас я вытащу там еще один горшок и ужас бедна датына посмотрите что произошло него просто корни вылезли из этого горшка боже какой ужас то есть вообще за ним никто не ухаживал вообще никак вы представляете смотрите этот горшок погнуло корни прорвали дно вылезли сюда и вон уже как разрослись просто кошмар я я такого ужаса первый раз вижу но я уже не цветочница но это просто издевательство хорошо что его хоть на улицу выставили я его приведу в порядок это очень красивый цветок кошмар а главное это долларовое дерево между прочим в народе называется да так что кто-то из своего дома богатство выкинул совершенно за своим богатством не ухаживал ну просто кошмар вы видели такое когда-то я в шоке за 10 евро когда-то его купили то есть вам 10 евро было не жалко а вот так вот у меня нету слов немая слов но ничего я на дачу как раз на выходных поеду привезу земли посажу его уже нормально ну просто вообще шалка датыну я в шоке сейчас я чуть-чуть его попробую разрезать этот горшок и чуть-чуть обрезаю вот это вот все какая кошмар кошмар я в шоке смотрите он при такой ужасной своей жизни еще и цвел вот цветы правда они сейчас эти засохли вот этот цветок и он видите вниз он должен вверх эти красивые вот еще один это просто кошмар он еще и цвел бедный я просто в шоке представляете как он все равно развивается и хочет жить даже цветочки выпускал у меня в украине был такой цветок честно говоря его так долго нянчила не знаю года четыре наверно пока он мне первые цветочки показал в таком состоянии цветок он еще и цветы выпускает но просто вообще я в шоке сейчас буду попробовать как-то разрезать горшок я даже не знаю как его спасать смотрите вот дно горшка а корни вот уже за горшком вот здесь я даже не знаю что с ним делать как мне его так спасти чтобы вот эти корни не повредить потому что они пролить пролезли в дырочки которые были в горшке ой кошмар я и мне уже нет ни не жалко цветок я уже злая на этих хозяев но неужели нельзя было блин я вообще в шоке ну что как мне как мне убрать отсюда дно и не повредить вот это чтобы она не оторвалась потому что это же корень я не знаю кошмар ну зачем вот так вот и он еще бедный цвел но это вообще и в шоке спасти нижний корни не удалось к сожалению они отошли вместе с горшком видите вот в эти дырочки он пропустил корни чтобы ему расти дальше чтобы не погибнуть ну в общем я надеюсь что он отойдет основные корни целые мне земли нету сейчас что-то буду придумывать мне там чуть-чуть совсем земли сейчас куда-то его пересажу пока вот наверно в этот горшок временно а потом сдачи привезу землю и посажу его уже нормально кошмар просто я в шоке интересно за счет чего он вообще развивался и рос если посмотрите тут кроме корней земли вообще нету и откуда питательные вещества кошмара у меня горшка для него нету земли у меня нету это я такой на дачу собралась отвезти сейчас чуть-чуть его наверно сюда как-то поставлю хотя буду поливать пускать чуть-чуть отойдет а потом привезу сдачи землю нормально его посажу так принесла его в ванну сейчас его помою и соответственно полью он здесь пока постоит а потом а потом придумаю где он будет стоять горшок ему не подходит ему надо больше горшок потому что сильно большая крона да и землю привезу только уже воскресенье пока будет так он покупался надо ему дать какую-то имя я думаю что за всю его жизнь ему первый раз только уделили внимание все пока здесь постоит потом подумаем где его поставить и где он вообще будет жить в квартире я на вы представляете в него еще какие-то косточки тыкали то что мусорка лишь то или что они надеялись что без земли какие-то косточки прорастут ну я вообще кошмар просто кошмар сюда такое косточки вот какие-то из него мусорку делали или хотели чтобы без земли какие-то косточки проросли о чем люди думают непонятно зачем мы сразу поехали в магазин вот и купили землю для цветов и вот такой я еще купила тарелку вот тут белый горшок потому что снизу не было этой тарелки еще себе две таких купила под другие горшки муж купил сухой спирт и я собаки вкусняшки всего мы заплатили 18 евро вот ну вот как видите я его посадила в этот большой горшок с которым собственно его и выкинули и вот это вот тарелочку только купила и землю мы купили тоже свежую новенькую все для него по пока горшок будет стоять здесь у детей в комнате вот а на зиму когда будет работать батарея потому что конечно возле батареи ему стоять нельзя когда будет работать батарея тогда он переедет в зал ну в общем то найду ему место где он будет находиться раз он уже попал ко мне в руки буду нянчить что делать все вот я видите посадила немножко водой полила земля сядет и досыплю мне еще в мешке земля осталось досыплю землю вот думаю что ему должно у нас понравится вот ближайший год я думаю этого горшка будет достаточно пока он теперь адаптируется к новым условиям и куплю наверное еще подкормку и подкормлю его потому что я думаю что хоть он и разросся но он слабенький из-за того что за ним не ухаживали вот вот такой вот у меня горшок новый в моем приюте цветов что это тут у него что-то у него тут он с листиками но ничего отойдет все будет хорошо в общем история с цветком значит вы знаете что я утром хожу гулять с собакой и мы шли по улице увидели этот цветок но так как он был в большом горшке то я подумала что я он наверное тяжелый потому что и цветок большой горшок большой и скорее всего что вместе с собакой я его не донесу поэтому я пошла домой отвела собаку и пошла за цветком вот принесла цветок но дальше вы видели что я с ним делала все такое в это время муж спал а он утром ехал с работы и вот он недавно проснулся и увидел цветок и говорит ты где его взяла я говорю там на улице он говорит а я еду с работы увидел цветок и думаю хоть бы она не увидела а не увидела и притащила цветок домой теперь этот цветок я так и называю хоть бы аня не увидела у него появилось свое имя вот такое длинное необычное по-современному хоть бы аня не увидела а не увидела и принесла смотрите что мы сегодня купили в азиатском магазине вот такие вот раки 500 грамм они были замороженные в упаковке мы конечно уже их распаковали и разморозили стоит 500 грамм 4 европа вам 399 4 евро в общем это в азиатском магазине вот такие вот раки они конечно маленькие детки совсем но как говорится за неимением других а тем более за 4 евро полкилограмма я считаю что это вообще красота красотачная вообще просто прелесть потому что вот здесь я искала раков раков привозят с чехии килограмм по моему стоит что-то там 26 маленькие потом побольше что-то 30 евро ну в общем это дорого поэтому пускай они маленькие зато за 4 евро полкилограмма я считаю что это прекрасно тем более мы уже три года не ели раков вот смотрите как а какое у нас приобретение какая у нас покупочка а сок березовый как в детстве где сделано смотрим произведено в украине понятно мы будем сок пить из украины но вообще нам нужен бутылек носок я тоже люблю детстве березовый сок был самый дорогой из всех соков которые продавались ну кто помнит ну кто жил тогда самый дешевый по моему был томатный а самый дорогой был березовый вот мы нашли в германии березовый сок с украины что друзья на этом все на сегодня посмотрели как я сегодня занималась полдня этим цветком надеюсь что ему будет хорошо и он приживется но имея опыт уже с такими цветами я понимаю что на реабилитацию адаптацию ему понадобится достаточно много времени но ничего я подожду когда он для меня будет цвести все всем спасибо что досмотрели до конца жду ваши комментарии не забывайте ставить лайк вам несложно мне приятно пишите свои впечатления а по поводу моего нового жильца в доме кольба я не увидела на этом все всех люблю целую все буду украина пока пока пока